Добрый день, ребята! Сегодня у нас с вами урок русской литературы. Обратите внимание на экран. Подумайте, что связывает фотографию с надписями. Да, верно! Сегодня мы с вами будем изучать Михаила Юрьевича Лермонтова. Запишите у себя в тетрадках тему урока «Михаил Юрьевич Лермонтов. Поэма Мцири». Какие цели мы перед собой сегодня поставим? В первую очередь мы познакомимся с биографией писателя. Второе – научимся определять жанр и его признаки. Третье – раскроем тему и идею поэмы Лермонтова Мцири. Михаил Юрьевич Лермонтов – великий русский поэт и прозаик, а также талантливый художник и драматург, произведения которого оказали огромное влияние на писателей XIX-XX веков. Его творчество известно большим разнообразием тем и мотивов лирики. Поэт внес неоценимый вклад в формирование реалистического романа XIX века. Ребята, прежде чем мы с вами перейдем к изучению биографии писателя, предлагаю заполнить такую таблицу. Обратите внимание на экран. Что мы знаем о творчестве Лермонтова, что мы хотим узнать и что нового узнали. Михаил Юрьевич Лермонтов Жизнь Лермонтова была короткой, еще более короткой, чем жизнь Пушкина. Он прожил неполных 27 лет. Лермонтов родился в Москве, 3 октября 1814 года. Детство его было счастливо и несчастливо одновременно. Он рано потерял мать, а бабушка ненавидела отца и не позволяла ему видеть сына. Зато сама бабушка, Елизавета Алексеевна Арсеньева, души не чаяла в мальчике и окружала его всевозможной заботой. Лермонтов тяжело переносил напряженную обстановку в семье, и это не могло не сказаться на состоянии его души. На смерть отца в 1831 году Лермонтов откликнулся стихотворением «Ужасная судьба отца и сына. Жить розно и в разлуке умереть». До 1828 года Лермонтов жил в родовом имении Тарханы, Пензенской губернии. А затем его отдали учиться в Московский университетский благородный пансион. В 1831 году он поступил в Московский университет. К пансионским временам относятся первые известные стихотворения Лермонтова, а к 1830-1832 годам почти две трети всех его поэтических произведений. Весной 1832 года в судьбе Лермонтова наступил решительный перелом. При переходе на следующий курс университета он не сдал экзамен. По настоянию родни Лермонтов поступил в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, находившуюся в Петербурге. В 1834 году он ее закончил и стал офицером лейбгвардии гусарского полка. Юнкерство свое Лермонтов затем вспоминал как «два страшных года». В школе жизнь состояла из суровой муштры в учебные часы, а он был полон творческих замыслов и хотел писать. Ему было тяжело, но и в самых тяжелых условиях он продолжал заниматься творчеством. Писал роман, начал драму «Маскарад». Цемай Лермонтов отпросился из полка в Пятигорск. Там на водах собиралось многочисленное общество. Был в это время в городе и однокашник Лермонтова по школе юнкеров Николай Мартынов, над которым поэт часто подшучивал. На одной из вечеринок острота Лермонтова насчет Мартынова, смешная и незадевающая чести, прозвучало слишком громко. Мартынов вызвал Лермонтова на дуэль. Поединок состоялся на другой день, 15 июля 1841 года, у подножья горы Машук, на условиях самых кровавых. Расстояние между противниками шесть шагов, каждый имеет право сделать до трех выстрелов. На таком расстоянии даже среднему стрелку вполне хватало одного. Лермонтов направил пистолет вверх, что известно из достоверных источников, а по некоторым свидетельствам даже выстрелил первым в воздух. Согласно писанным и неписанным правилам проведения дуэлей, это знак примирения, после которого противник не имел права стрелять на поражение. Но Мартынов выстрелил прямо в грудь Лермонтова. Михаил Юрьевич скончался на месте. Весь Пятигорск хоронил Лермонтова. Его горько оплакивала вся Россия. Та Россия, которую он любил, которую он воспел в лучших своих стихах. Белинский, отдавая дань высокого уважения погибшему поэту, писал. Новая великая утрата осиротила бедную русскую литературу. Рассмотрим с вами еще одно направление в литературе, которое называется романтизм. В начале девятнадцатого века в русской литературе возникло особое направление, которое получило название романтического. Что же такое романтизм в литературе? В основе романтизма конца восемнадцатых начала девятнадцатого веков лежит отрицание современной действительности и противопоставление ей мира, фантазии, мира человеческой мечты. Герой романтизма – это носитель истины человеческого нравственного начала, которого лишена действительность. Романтический герой неотделим от авторского «я». Именно герой высказывает своим поведением тайные мысли и чувства автора, поэтому для окружающих людей он предстает странным. Разберемся с определением термина поэма, поскольку в литературе это крайне распространенное понятие. Говоря простыми словами, поэма – это большое произведение в стихотворной форме, где есть сюжетно-повествовательная структура. Поэма может быть и повестью или романом в стихах. Очень часто встречаются поэмы, где эпос и лирика объединены общей темой и тесно сплетены друг с другом. Поэтому поэма в данном случае относится к такому направлению, как лироэпическая. Можно еще отметить, что поэма – это повествование о событиях, которые имеют важнейшее значение для человека и общества. Поэтому так часто в поэме воспеваются подвиги и большие дела, яркие события и превозносятся чей-то характер. Поэма пришла в литературу из такого направления, как эпопея. Темой поэмы является изображение сильной, смелой, свободолюбивой личности, юноша, рвущегося на волю, на родину из чужой враждебной ему монастырской среды. Раскрывая эту основную тему, Лермонтов ставит и другие темы, которые представляют нам различные ее грани. Это человек и природа, это связь человека с родиной, связь человека с народом, это тяжесть вынужденного одиночества, это бездействие человека, который там находится. Ребята, отметьте у себя в тетрадках, что произведение Мцири было написано в 1839 году, а уже в следующем году оно было напечатано. Эта поэма стала самой любимая у Лермонтова. Он охотно и с воодушевлением читал ее вслух. Друзья вспоминали, как он читал ее первый раз с пылающим лицом и с огненными глазами, которые были у него особенно выразительны. Первоначально поэма носила название Берри, по-грузински монах. Затем Лермонтов изменил это название на Мцири, тем самым привнеся дополнительный смысл, ведь Мцири переводится и как послушник, и как чужак. Давайте вернемся в начало поэмы и обратим внимание на эпиграф. Долгое время критики не могли понять эпиграфа Лермонтова к произведению «Вкушаю в кустих мало меда» и «Сеас умираю». И действительно, сложно понять, что означает данный эпиграф. Мы уже знаем, что эпиграф является цитатой, которая предпосылается произведению. Эпиграф носит главную мысль. Исходя из эпиграфа, можно понять основную идею произведения. Для того, чтобы понять смысл эпиграфа к данному произведению, необходимо обратиться к Библии. Оказывается, смысл этого выражения заключается в том, что человек, который мало познал красоту и полноту жизни, в скором времени умирает. Михаил Лермонтов об эпиграфе говорил следующее. Чтобы понять эпиграф, нужно сначала прочитать произведение, а не наоборот, как было раньше. Первоначальным эпиграфом в поэме была фраза, что в переводе с французского языка означает «Отчизна бывает только одна». Но он предпочел цитату из Библии. Образ Мцири заставлял современников отказаться от равнодушия и апатии. Звал увидеть и почувствовать красоту подвига. Поэма приводила к мысли изменить жизнь, сделать ее такой же прекрасной, какой она открылась в Мцири.